Ребята, такая радость, у нас с утра выпал снег на Рождество, на Русское, 7 января, посмотрите, очень клево, я так рада, мне на самом деле говорили, что снег выпадает редко, но позапрошлом году он тоже был, так что довольно-таки часто Это Голландия Кубаки вышли, гуляйте, получите первый снег Бетти вообще снег, ой молодец, кусь, кусь, кусь А Бетти его не тушит Бетти довольна, она слуха на слух Бетти 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 Вот, и еще я вам в прошлом влоге показывала рамочку для фотографий, которую мне Оля подарила, в которой я оставила все фотографии. Все очень красиво получилось, очень подошло к моей комнате. Но сегодня с утра мой муж украл эту рамку, наглым образом поставил себе на работу и сказал, что он мне ее не вернет. Поэтому мне пришлось покупать новую рамочку, и я такую уже точно не нашла, их уже не было. Я зашла в другой магазин, где тоже классно продается всякая, как называется, типа кухонная утварь. В общем, я забыла слово посуда. Я немножко поснимала там для вас, потому что все очень красиво, тоже вам покажу. И купила там красивую рамочку, тоже всего по 9 евро на распродаже была, хотя она стоит 34. Вот, такие дела тоже вам покажу. И сейчас надо уже собираться мыть голову, делать укладку, одеваться, делать бутерброды, искать гадания, потому что сегодня мы будем гадать. И еще про что хотела рассказать. Меня уже неоднократно спрашивали про беженцев в Голландии. Я говорила, что не вижу особо каких-то изменений, но на самом деле сейчас, когда приехала, приезжала, уже вернулась домой. Мама с подругой, они тоже заметили, что их стало действительно больше, и помимо этого всего они очень наглые, борзые. Потому что мы были в одном магазине, где все очень так недорого, в Праймерке вообще, в любимом. И, ну, он такой дешевый, да, считается, здесь магазин, и, конечно, они в основном тусуются в магазинах, где все дешево. Вот, и ведут себя очень шумно, очень нагло, очень борзо. В общем, как у себя дома, даже хуже, наверное. Да, и сегодня тоже была такая ситуация, я, конечно, не знаю, на 100% беженца это или нет. Тоже была сегодня как-то здесь магазин Pull&Bear. Кстати, тоже купила там себе украшение, всего за 2 евро, очень прикольно, но тоже сегодня покажу. И стояла на кассе, и за мной стояли 3 черненьких мальчика, ну, темненьких, в общем. Очень громко разговаривали на своем языке, шумели, потом начали драться, типа, в шутку. И все это за моей спиной, как бы, меня задевая, при этом я еще в этот момент плачу по карточке и вожу суппин-код. Меня настолько стало уже нервировать, что я уже говорю, может, вы где-то в другом месте драться будете, на английском. Ну, короче, они, типа, не поняли меня, ну, да ладно, пшикнула, потому что надоели, правда. И вообще тоже часто бывает в магазинах дети толпами ходят, их на полу валяются, как-то везде лазят, все меряют, все трогают подряд. И никто не делает замечание, что самое интересное. То ли это вот это вот, как сказать, polite Европа, как это по-русски слово называется. В общем, политкорректное или что-то такое. Или всем пофигу, я не знаю, но меня это уже начинает потихоньку донимать, хотя я вообще абсолютно не расист. Но знаете, как-то вот начинаешь со временем вот что-то, какие-то нотки такие проявляться. Хотя, конечно, человек человеку рознь, все мы очень разные, в любой нации есть люди и хорошие, и не очень, и всякие. В общем, такой получился у меня сегодня аутфит. Вот, новая кофточка, новое украшение. Здесь вот такая бахрома, как бы посветлее сделать не получается, в общем. Еще просвечивают колготки. Сейчас пойду калинки. Так, мы гадаем, в каком башмачке что? Мне уже выпало за мужество. Так, давай, заслуживай. Открывай глаза. Все, у меня за мужество. Две свадьбы. Вместе будем гулять. Так, меняйте, я буду снимать. Давай, крутись. На, палец, палец, палец. Да, палец, палец. Вот, два ботинка. Ну, уже не за мужество. Нет. Счастливый год. Счастливый год. Счастливый год. Пятишок. Так, все приятно. Давай. София тоже будет участвовать? Нет, Софика. Кружись, палец. Палец? Да, и кружись. Давай. Вы ищете сердечки везде, где их можно найти? А я, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и купила то, что вам показывала, пальто. Я давно на него уже заглядывалась. Вы, наверное, его видели тоже в моем прошлом каком-то видео. И на тот момент оно мне не сильно понравилось. Причем оно было без скидки. А сейчас оно на 50% скидки, Тед Бейкер. Вот, я померила. И вроде к моему розовому настроению розовые шапки, розовой сумки подошло. Поэтому и решила купить. И взяла еще ту же кофточку Канзо, тоже розовую. Короче, у меня теперь все розовое. И что-то прям я вот подсела. Ну, я давно подсевшая на розовый. Но как-то вот сейчас прям особенно хочется розового, яркого. Наверное, потому что все время пасмурно, зима. И, в общем-то, хочется как-то себя, да, поярче что ли делать. И свое настроение тоже. И я вам уже говорила, что я, да, хочу покупать поменьше вещей, но что-то более качественное, фирменное, как и косметики. В общем-то, пока что более-менее держусь, как вы видите. Так что сегодня меня муж, на самом деле, решил побаловать. Сказал, что могу себе что-то купить, если потом пойду вместе с ним в казино сидеть. Потому что я ненавижу казино. Меня прям трясет одного слова казино. Ну, в общем, зашопинг. Ладно, буду терпеть. Так что сейчас иду в казино, буду с ним там сидеть, играть. Вот. Еще не так давно приобрела вот такую вот подводку черную от Кико. Еще даже ее не распаковывала. Должна быть стойкая. И, в общем-то, хорошая. Сделала вот такие вот колготочки. Были они тоже на скидке 50%. Они черные, насколько я понимаю, 50D. И посерединке идет такая золотая полоса красивая. Видела их на манекене. Мне понравились. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok